В классе у Натальи Алексеевны Цветковой настоящий археологический мини-музей. В коллекции учителя географии есть много интересных экземпляров, которые можно рассматривать часами. Многие экспонаты нашли сами ученики на выездных географических экспедициях. Потрогать руками окаменелости земные породы, которым много миллионов лет, рассмотреть их со всех сторон, занятия поистине завораживающие и увлекательные. Наталья Алексеевна может много и долго рассказывать о своей копилке находок. Мы с ребятами в экспедиции небольшие ездим, когда у нас летний лагерь. Это то, что ребята привозят. Оттуда сами откапывают, систематизируют. Вот, например, у нас есть бурениты, которые жили когда-то сотни миллионов лет назад на территорию нашей области. Это из Починковского района. Мы село Ужовков привезли. И вот здесь внутри жил моллюск. У него были щупальцы, головоногий моллюск. Это его окаменевший внешний скелет, раковина, который вот его защищал. Когда ребят сами это в руках подержит, конечно, они это надолго запоминали. Наталья Алексеевна с детства хотела быть врачом-педиатром, но уже в школе поменяла свое решение и готовилась к поступлению в педагогический вуз. Выборы профиля, география. Большую роль сыграла школьный учитель Маргарита Александровна Новикова. Для Натальи Цветковой она была тем примером, на который хочется равняться. Педагог вспоминает образованность и начитанность своего наставника, ее рассказы о геологических экспедициях. Теперь в своей учительской практике Наталья Алексеевна тоже старается заинтересовать ребят, сделать так, чтобы естественные науки не были скучными. Вместе с учениками она выходит за пределы школьного кабинета и отправляется в поездки и экспедиция. Когда у нас появляется летом во время летнего лагеря, мы стараемся, пусть небольшие, но ездить экспедиции, просто выезжать на какие-то экскурсии, особенно по Нижегородской области, потому что ребята часто знают за пределами Нижнегородской области территории даже лучше, даже за границу некоторые там каждый год ездят отдыхать. А Нижегородской области удивляются, когда им рассказывают, например, про Чалковский вор. Здесь Карстовые пещеры, туда приезжают люди со всей страны, даже я знаю из рубежа, нам вот экскурсовод рассказывал, что приезжали, удивлялись, удивительное место, а наши ребята некоторые первый раз вообще об этом слышат. И, конечно, вот я считаю, такая популяризация, наверное, своей малой родины, объектов, которые здесь есть, вот это очень важно, и как раз именно это тоже делала и Маргарита Александровна. Ну, кроме того, у нее была шикарная просто коллекция различных горных пород и минералов. Как геолог она не могла без этого. И это очень впечатляло, потому что в ее кабинете вдоль стены задней стоял огромный стеклянный шкаф, где чего только не было. И она могла о каждом минерале рассказывать, наверное, часами. Вот. И это тоже очень, ну, как-то погружало, что ли, в атмосферу особенную. Свою педагогическую деятельность Наталья Цветкова начала в 12-й школе. И там же начались и ее первые выезды с учениками в различные районы Нижегородской области в рамках летнего образовательного лагеря и эколого-географического отряда. Мне посчастливилось и самой быть ученицей Натальи Алексеевны и побывать с ней на различных экскурсиях и экспедициях. Мы жили в палатках около озера Светлояр, готовили еду на костре. Также мы были в музее гипсового завода в шахтах около села Пешелань. Исследовали и родные просторы Сарова. А еще вместе с Натальей Алексеевной я писала исследовательскую работу по экологии на тему индикации загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы. В общем, впечатлений у меня осталось много и на всю жизнь. И эти воспоминания до сих пор согревают меня. И я это все вспоминаю с очень радостными и светлыми чувствами. Главный принцип в работе Натальи Алексеевны – любить свою профессию. Педагог признается, часто бывает такое, что хочется закрыть класс и уйти насовсем. Но даже после этого приходит ощущение, что как будто чего-то не хватает. А когда учитель видит успехи своих учеников, их искреннюю радость и открытость, то весь негатив куда-то исчезает. В этот момент приходит осознание своей важности и нужности. Из них потом могут вырасти люди, которые достигают очень больших высот в своей профессии, например, становятся известными, публичными, такими уважаемыми людьми. Но ты остаешься обычным учителем. Но понимаешь, что если бы не было обычных учителей, наверное, не было и таких людей. И вот это придает, что ли, силы продолжать каждый день по чуть-чуть, что-то делать для того, чтобы менять, наверное, нашу жизнь, меняться самим. Потому что понятно, что мы учим детей, дети учат нас многим вещам. Это процесс такой взаимосвязанный. Главный тыл учителя – это семья. Быть супругом педагога – тоже призвание, считает Наталья Алексеевна. Потому что нередко дома учителем может выплеснуть отрицательные эмоции, которые копились внутри весь день. Или может уйти с головой в школьные дела, подготовку к урокам, мероприятиям, в проверку тетрадей. В это время рядом должен быть человек, который поймет и выслушает, поддержит, поможет, разделит радость или обиду. После школы Наталья Цветкова поступила во Владимирский государственный педагогический университет на естественно-географический факультет. У романтически настроенного молодого педагога было в мыслях уехать куда-нибудь в глухую деревню. Но после окончания вуза в 1995 году она вернулась в Саров и пришла на работу в школу номер 12. Там она занимала должность учителя географии и экологии на протяжении 17 лет. Вспоминаю с очень большой теплотой этот период. Я считаю, что многие навыки, вообще отношения к работе у меня сформировались вот именно под влиянием того коллектива, который там был. И, конечно, это мой наставник, который уже был в школе. Это учитель географии Кирилла Галина Евгеньевна. Мы до сих пор с ней поддерживаем связь. Она сейчас уже на пенсии. Но это вот второй учитель, географ, который для меня, ну, я считаю, такой очень значимый человек, потому что она прекрасный человек и очень хороший профессионал. Вот. То есть мне повезло, что я вот, как скажем, была, ну, попала в ее руки. И она незаметна, потому что никогда она не показывала, что вот я опытный учитель, а ты еще там ничего из себя не представляешь. Она всегда очень деликатна, как-то даже поэтически подсказывала что-то, советовала. То есть мне с ней было очень комфортно. Вот. Поэтому, я считаю, вот она сыграла тоже очень большую роль в становлении вот меня как учителя. В 12-й школе Наталья Алексеевна впервые стала преподавать экологию и сама влюбилась в этот предмет. Сейчас экологические вопросы педагог рассматривает вместе с ребятами и в 15-м лицее. Руководит эколого-географическим отрядом и кружком. Ее ученики участвуют в экологических турнирах и конкурсах, выезжают в летние экспедиции. Поэтому наработанный материал у Натальи Алексеевны не пропадает. В течение двух лет в 15-м лицее Наталья Цветкова возглавляет проектно-исследовательскую деятельность, курирует работу учеников над проектами по разным предметам, помогает в организации и информационном сопровождении. В лицее даже есть школьные интерактивные музеи-лаборатории «Окно в науку», в котором собраны макеты учеников. Лицеисты – постоянные участники престижных соревнований и конкурсов в направлении проектной деятельности. Один из последних успехов школьников – победа на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», где они защищали свои работы. Николай Романов и Лев Цветков стали лучшими в финале регионального этапа. Теперь ребятам предстоит написать Олимпиаду по четырем предметам и защитить проект перед экспертами образовательного центра «Сириус». У меня основных два проекта есть. Я сделал мультипарадигмный язык программирования и систему проточения вторжений на этом языке. С мультипарадигмным языком программирования я участвовал в «Больших вызовах». С системой проточения вторжений я на нескольких конференциях участвовал, на конкурс посылал. На своем языке я написал обертку для приложения, которая вот эта вот система проточения вторжений реализует для приложения. И она тоже на уровне выше, чем вот такие достаточно популярные аналоги. Сын Натали Цветковой Лев тоже учится в лицее и увлекается прикладными инженерными предметами, конструированием и робототехникой. Он успешно защищал свои проекты и не раз становился победителем. Ездил на профильную смену в «Сириус». На больших вызовах Лев также защищал свой проект в направлении «Передовые производственные технологии». Проект изготовления СНК для переработки любого пластика в нить для печати на 3D-принтере, филамент. Любые пластиковые отходы дробятся в крошку, потом в шнеке под нагревом превращаются, можно сказать, в пластиковую нить нужного диаметра для печати. Подобный проект был еще создан в прошлые годы. У меня уже был подобный проект, просто менее функциональный. Я просто модифицировал, и получилось то, что получилось. После работы в 12-й школе Наталья Цветкова по приглашению пришла в лице номер 15. Сначала в течение года учитель совмещала преподавание в двух учебных заведениях, а потом полностью перешла в лицей. Наталья Алексеевна говорит, что в 15-м лицее заметила большую замотивированность детей в учебе, особую атмосферу заинтересованности, в которой даже самый слабый ученик может подтянуться вслед за своими товарищами. Я считаю, что, конечно, окружение, потому что, когда есть рядом ребята, которым это тоже интересно, есть взрослые, которые с тобой занимаются чем-то после уроков. Это очень здорово и позволяет ребенку развиваться. Тут, о чем я говорю, что отличает лицей, например, от общеобразовательной школы, на мой взгляд, это атмосфера. И когда есть рядом дети, которые много чем интересуются, то это заряжает и тех, кто рядом находится. И поэтому у них там сложилась группа, что ли, тех, кто очень интересовался электроникой, робототехникой. И они после уроков с удовольствием там занимались, даже проводили занятия для ребят младших классов. Когда я перешла в лицей, все равно были какие-то волнения по поводу того, как будет в коллективе работать, да, получится ли с детьми и родителями, у которых все равно больше ожиданий, чем в общеобразовательной школе. И я очень благодарна всему коллективу, что в свое время они меня так тоже подхватили. И мне комфортно работать в лицее, нравится, у нас хорошая дружная команда. Мне нравятся какие взаимоотношения между учителями и учениками. То есть, ну, есть такое сотрудничество. Вот. Понятно, что конфликты бывают везде всегда, да, конфликтные какие-то ситуации, но они разрешаются. Но вот в целом атмосфера такая, ну, именно сотрудничество. Это вот обращает на себя внимание, когда я сюда перешла, мне это бросилось в глаза. Вот. Поэтому вот мой сын заканчивает лицей в этом году, и я ни разу не пожалела, что отдала его учиться именно сюда. То есть, это теперь мое место работы, и вот я считаю, что это очень хорошее место для обучения. Наталье Цветковой всегда хотелось, чтобы ученики уважали ее как педагога, равнялись на ее пример. И даже, возможно, кто-то бы под влиянием ее уроков выбрал географическое направление. Но самое главное, по мнению учителя, быть не только высококвалифицированным предметником, но и достойным человеком. Только тогда можно достигнуть и учебных, и воспитательных целей. Учитель – это не тот, кто сам хорошо что-то знает, хотя это, конечно, должно бы так быть. Учитель, в первую очередь, человек, который может научить другого, как учиться. Вот, что нас отличает. Потому что, например, мы сталкивались с ситуациями, когда специалисты, ученые приходят, например, приглашаем на какие-то встречи. Он там великолепный, может быть, физик или математик. Но он не все могут научить этому других. И может быть, учитель, который уступает в каких-то профессиональных, может быть, имеется в виду, там, ну, именно не методических, а в знаниях, как предметник, да, может быть. Но при этом он знает, как смотивировать ребенка на то, чтобы он что-то изучал сам. Потому что и вот я, у меня есть ученики, которые, например, в каких-то даже вот направлениях, связанных с моим предметом, знают что-то очень много и больше, чем я, да. Они приходят, какие-то вещи рассказывают. И я вместе с ними там удивляюсь. Потому что я считаю, что признавать, что ты что-то не знаешь, в этом нет ничего. Наоборот, дети как-то вот они понимают, ой, а вот я даже больше знаю. Это нормально. Каждый новый учебный год для учителя географии начинается с волнения, надежд и вопросов. Все ли получится? Будут ли у учеников хорошие результаты? Чтобы ребята больше погрузились в предмет, а его изучение было увлекательным и нескучным, в своей системе преподавания Наталья Алексеевна использует различные игровые приемы, организует командные, групповые работы на уроке. Сам педагог тоже не стоит на месте, но постоянно повышает свои знания и педагогическое мастерство на больших и престижных конкурсах под эгидой школы «Росатома» и платформы «Россия – страна возможностей». В 2019 году Наталья Цветкова победила в городском конкурсе «Учитель года» и удостоилась быть на доске почета Сарова. Особой гордостью Наталья Алексеевна считает признание в конкурсе за особые педагогические заслуги приоритетного национального проекта образования, в котором учитель географии 15-го лицея стала обладателем гранта президента. Также Наталья Цветкова получила грант и губернатора Нижегородской области. У нас все время какие-то появляются новые направления, поэтому я раньше, например, детям занималась в основном исследовательской работой. Мне это было интересно. То есть если мы в том же лагере исследования проводили, это результатом были в основном участие в конкурсах исследовательских работ. Сейчас мне больше интересна проектная деятельность, хотя исследовательские работы тоже делаем. Вот открылось новое направление. Я считаю, для меня уже много лет мы этим занимаемся. Что может быть еще, я не знаю. Это будет в будущем понятно. Но то, что мне интересны какие-то новые веяния, то, что мне хочется, чтобы все время происходило какое-то развитие, а не одно и то же изо дня в день. Хотя работа учителя – это и это тоже. На вопрос, что самое сложное в профессии педагога, Наталья Цветкова сказала – завоевать уважение ребенка. Ведь благодаря уважению к учителю школьник может начать подтягивать учебу, становиться лучше или даже выбрать педагогическую стезю, подражая любимому предметнику. В школе учитель взаимодействует не только с детьми, но и с их родителями. И порой общение со взрослыми складывается непросто. По словам педагога, часто можно столкнуться с непониманием взрослых, когда они не хотят слышать и видеть то, что не соответствует их представлениям о своем ребенке. Некоторые могут обвинить учителя в придирках или в необъективном отношении. Иногда можно натолкнуться и на грубость. Такие родители забывают, что учитель – помощник и союзник в воспитании и образовании ребенка. Стоит только встать на путь беспристрастного объективного диалога. И тогда родители и педагог смогут избежать взаимных обид и сделать процесс воспитания и образования для ребенка более эффективным. Учить и лечить могут все. Все знают, как делать. Но на самом деле, все-таки не зря мы учимся в вузах, обучаемся методике, приемам психологии. Потому что бывает так, что мы знаем, какие будут последствия какого-то поступка ребенка. Или благодаря каким-то его личным качествам. И мы пытаемся скорректировать эти последствия, чтобы они были менее, может быть, не трагичными, но что-то изменить, чтобы не произошло то, что может произойти негативное какое-то, неприятное. И родители не всегда это понимают. Они иногда сами не видят, что у ребенка есть проблемы. Что его надо вот здесь либо поддержать, либо наоборот, где-то проявить к нему строгость. Хотя понятно, что мы все живые люди, и учитель не какой-то идеал, который всегда правильно мыслит, правильно делает. Мы тоже ошибаемся, к сожалению. Может быть, не чаще, чем хотелось бы. Но то, что любой учитель хотел бы сделать что-то хорошее для детей, это вот сто процентов. То есть все, кто работают с детьми, они все-таки заточены на то, чтобы детей помочь им быть еще лучше. А чтобы завоевать уважение и родителей, и детей, нужно всем сердцем любить свою профессию. Именно по этой причине Наталья Цветкова остается в школе на протяжении 27 лет. Благодаря детям. Дети, которые приходят каждый день со своим настроением, со своими, ну, какими-то желаниями. Но обязательно кто-нибудь каждый день, ну, скажем так, создать ситуацию, когда ты понимаешь, что, ну, наверное, не зря я сюда прихожу. То есть это, ну, самое главное, что ты понимаешь нужность свою. Ну что же, наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории. Познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok